Лето, время путешествий. Вот и наша команда не сидит дома, а по традиции отправляется в путь. На этот раз мы едем в гости к соседям в Самарскую область. И дорога наша лежит в Жигулевский государственный заповедник, один из старейших заповедников России. Заповедный участок Жигулевских гор в Самарской луке был выделен в 1927 году. И предшествовали этому долгие научные экспедиции. Горы лесов в России много, живописных мест тоже немало. Но у Жигулей своя особенность. Флора в горах на Самарской луке поистине уникальна. Причиной тому рефугиумы – островки жизни, которые образовались здесь полмиллиона лет назад, во времена ледникового периода. Ледник, подступая к Самарской луке, он не дошел. И горы остались обнаженными, ледник до них не дотянулся. И в это время южная флора, которая присутствовала здесь, она осталась и частично сместилась на юг. А представители северной флоры, так как шел ледник, он их гнал сюда, они переместились частично к нам, на Самарскую луку. Так получилось, что на Жигулевских горах встретились юг и север. Таежная толокнянка здесь растет по соседству с теплолюбивыми степными цветами. Рядышком теснятся реликтовые виды, то есть те, которые ведут свою историю еще с доисторических времен. Но самое удивительное, что здесь есть растения эндемики, то есть такие, которых вы не встретите больше нигде в мире. Тимьян жигулевский, молочай жигулевский, качим жигулевский. Таких видов здесь 28. И еще 7 эндемичных грибов, то есть тоже исключительно местных. Есть в жигулях и редкие краснокнижные растения. Например, венерины башмачки. Их тут 4 семьи. Все они на пересчет. Реально, взять и посчитать башмачки. Ты приходишь в лес и как? Ну да, у нас одна популяция, вторая популяция, третья популяция настрельная, четвертая внутри. То есть они как исторически сложились, эти популяции, так мы их ходим и считаем. Местные специалисты-ботаники буквально каждое растение здесь знают в лицо, точнее в бутон. Это для сторонних посетителей жигулевские горы бескрайний лес. А для служителей флоры каждый квадратный метр на 23 гектарах досконально изучен. Каждая цветущая семья инвентаризирована и учтена. Каждый год мы занимаемся обследованием этих популяций, каждый год смотрим реальную семенную продуктивность, насколько хорошо развивается наша популяция. И даже в прошлом году старейшим сотрудником-ботаником Татьяна Федоровича была написана монография. Ровно 111 венериных башмачков и ни одним больше цвели в этом году в жигулевских горах. К сожалению, мы это великолепие не застали. Ранняя весна заставила растения опередить свое время. Поэтому мы с командой занялись поиском других редких видов – местных орхидей. Вот уж не знала, что они возятся в наших горах. Семейство орхидное, оно включает как экзотические южные растения, даже те, к которым мы привыкли, которые у нас на подоконниках стоят дробиумы и фаленопсисы с огромными цветами. А орхидеи широколистных лесов, они, соответственно, невысокие, цветочки маленькие, возможно, даже невзрачные временами. Но если поближе рассмотреть, то мы увидим классическую форму цветка орхидея. Так вот ты какая дикая орхидея! С непривычки в траве и не сразу заметишь. Зато вот следы зверей на тропинках в глаза бросаются. Не только флоры богат заповедник, но и фауны. Из животных в лесах Джигулевских гор обитают кабаны, зайцы, белки, лисицы, горностаи, куницы, барсуки, волки, олени, косули и лоси. То очень много копытных, они чаще всего зимой выходят для того, чтобы вылизать соль техническую, которая находится на дороге. А летом чаще всего выходят на дорогу для того, чтобы напиться воды. И чтобы все это предотвратить, рядом с небольшими естественными водоемами в прошлом году были установлены вот такие 14 салавцов с специальной минеральной солью. Для того, чтобы лоси оставались именно в ядре заповедника внутри и не выходили. Что о растениях, что о животных, сотрудники заповедника заботятся очень аккуратно. Ведь главная цель – сохранить естественные условия обитания живых видов. И все вмешательства сократить до минимума. Поэтому простым туристам в леса Жигулей путь заказан. Гулять здесь можно только по специально проложенным и оборудованным туристическим тропам. Таких тут всего три – каменная чаша, она пока находится на реконструкции, город Парсуков и гора Стрельная – визитная карточка Жигулевского заповедника. На нее-то мы и отправляемся. Жигулевские горы – единственные горы тектонического происхождения, поднявшиеся над русской равниной. Они относительно молодые, им всего 7 миллионов лет. И они все еще продолжают расти. Каждые 100 лет Жигули прибавляют в росте 1 сантиметр. Так что, говоря про самую высокую точку заповедника, наверное, можно оговориться, что пока ее высота составляет 381 метр. Впрочем, Жигулевские горы довольно хрупкие и под воздействием внешних сил быстро разрушаются. Лучший пример тому – Шихан Стрельной горы. Сейчас его высота 351 метр. Туристическая тропа к нему не подведена, хотя его вершина всегда была излюбленным местом для туристов. Увы, недавно ученые заявили – в течение 10 лет Шихан неминуемо обвалится. И очень жаль. С него наверняка открывается захватывающий вид. Впрочем, и на вид с обзорной площадки грех жаловаться. Обзор с горы просто великолепный. Простреливается на много-много километров. Кстати, это и дало название горе Стрельная. Простреливать взглядом далеко-далеко. Ну а где открывается такой хороший обзор на реку, там, как водится, и разбойнички околачиваются. С ними на Стрельной связано сразу несколько легенд. Первая – про чертов мостик. Скальный выступ, по которому хмельной разбойничий новобранец должен был пройти с закрытыми глазами. Только так он мог стать полноценным членом в Атаге. Ну и, конечно, куда на Волге без легенды про Степана Разина. И когда здесь проходили торговые суда, из того, что здесь раньше было мелко, им приходилось сбавлять ход. В этот момент известный разбойник Степан Разин. Он с этой скалы либо свистом, либо сигнальным костром через дыры в этой скале краски подавал костром сигнальные огни. В этот момент его команда выплывала из-за острова Середыш. Грабила суда и пряталась в наших лесах. Также она прятала в наших лесах свои сокровища. По преданию, одно судно успело затонуть прежде, чем до него добрались разбойники. Золото, купеческий товар – все ушло под воду. И до сих пор местные искатели сокровищ нет-нет, да и отправляются на поиски затонувших кладов. Увы, пока, говорят, удача никому не улыбнулась. Зато главное сокровище этих мест – потрясающие виды и богатство окружающей природы – доступны каждому туристу. Остров, разделяющий Волгу недалеко от Стрельной – Середыш. Это тоже в своем роде местная сокровищница. И главное сокровище здесь – это птицы. На Середыше живут и останавливаются во время миграции редкие краснокнижные виды пернатых. Черноголовый хохотун, малая чайка, малая крачка, обитатели тундры – чернозобик, краснозобик, песчанка, тулист, тарухтан, утки, орлан-белохвост, схопа – это только некоторые из видов, которых здесь можно застать. Остров – заповедная зона. И досужим туристам сюда нельзя. Даже если они – большие поклонники орнитологии. Но для тех, кто все же мечтает полюбоваться пернатами Середыша, уже в ближайшее время установят фотоловушки. И тогда виртуально посетить заповедный остров можно будет в любое время дня и года. Прямо под Стрельной горой находится село Зольное. И вот тут-то наша команда и сбилась с пути. Но потому что как не сбиться, если в Зольном находится совершенно изумительная сыроварня с очень атмосферным кафе, невероятно вкусными сырами и чрезвычайно увлеченным и влюбленным в свое дело сыроваром Олегом. Случайно совершенно случилось. Какой-то специальной прямой истории нет. Увидел по телевизору много лет назад, как мужчина рассказывает о варке сыра и говорит, что можно это сделать в домашних условиях. И самый главный ингредиент в сыроделе – это желание человека сделать этот самый сыр. Вот с тех самых пор я рассказываю то же самое, что сварить сыр и просто. Свою сыроварню Олег и его супруга Мария открыли в 2016 году. Начали с самых простых видов – моцареллы, сулугуни, домашнего сыра. Постепенно к ним стали прибавляться европейские сорта – отчетта, гаута, чеддер. Дальше – больше. Выдержанные сыры, сыры с плесенью. Сейчас в ассортименте сыроварни Ярила около 10 сыров. Позиции постоянно меняются. Что-то выбывает, что-то появляется. Есть у Евдокимовых и авторский сыр – мошалек. Название – имена супругов Марии и Олега. Технологию приготовления сыровары не скрывают. Своими знаниями и опытом делятся охотно. Если сыр так просто сделать самому, то для этого нужно и как это вообще делается? Ну, да. Самое основное… Давайте так, буквально в пяти приложениях вам расскажу, как. Суть всего сыроделия. Вы берете молоко, нагреваете его до нужной температуры, которая у вас в рецепте. Это обычно от 30 до 45 градусов. Добавляете молокосвертывающий фермент. Молоко у вас коагулируется, то есть оно сворачивается, желируется, если визуально прям в минуту за 30, получается сгусток. Это сгусток разрезаете, получаете зернышки. Зернышки выкладываете в форму. В форме все это прессуется. И через несколько часов у вас готовая сырная головка. Вы ее солите, если это молодой сыр, то кушаете. Вот и все сыроделие. А вот как при такой в целом простой рецептуре можно получить тысячи совершенно разных видов сыра – это уже отдельная наука. Без секрет в бактериях и правильном обращении с ними. Микроорганизмы отвечают за вкус, аромат и текстуру сыра. Играя с ними, сыровары и создают разные виды сыров. Впрочем, за сотни лет технологии уже так отработаны, что сами профессионалы сырного дела шутят, что новый сорт можно получить только случайно. Так было, например, с популярным сыром Бепперкноли. Лет 60 назад обычный швейцарец сделал обычный швейцарский сыр. И добавил молокосортующий фермент, должен был получить сгусток, расстрелить на кубики, как я вам рассказывал. И дальше по технологии какой-то сделать сыр швейцарский. А он ушел спать. Впрочем, уснул и пришел к своему сыру только на следующий день. Пришел, у него там газообразование началось, кислотность возросла, но он не стал все это дело выкидывать. Откинул в марлю, добавил внутрь чесночка, скатал шарик и обвалял в черном молотом перце. Это оригинальный рецепт. Поэкспериментировать решил. И весь мир этот рецепт принял на ура. Сыровар прославился, стал известным, ездил с лекциями по всему миру. В общем, так появился этот рецепт. Одними разговорами сыт не будешь. Когда время подошло к обеду, наша команда была готова поглощать сыры целыми головками. Благо, дело, для туристов и такая возможность в троттории предусмотрена. Итак, мы начнем дегустируть с маловыдержанных, потом более выдержанных, соответственно, потому что придем к другому молоку. Итак, начнем мы дегустируть с качот. Находят вас вот здесь вот и вот здесь вот. Можете дегустируть сначала с этой качот, а потом с этой. А чем вы дегустируете? Как раз сейчас вам об этом и расскажу. Это было невероятно вкусно. На дегустационной тарелке все те сыры, которые на тот момент были в наличии в магазине сыроварни. И, конечно, каждый из них нам захотелось забрать с собой домой. Что мы, собственно, и сделали, прежде чем снова отправиться в путь. Покидать это вкусное и гостеприимное место нам очень не хотелось. Но впереди ждала культурная программа. Еще будучи студентом Петербургской академии художеств, Илья Репин впечатлился бурлаками, увиденными на Неве. Его друг, художник Константин Савицкий, посоветовал ему отправиться на Волгу, чтобы увидеть настоящих бурлаков. Именно так началась история известной картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге». А писать он ее начал как раз на Самарской Луке, в селе Ширяево. Разместился он здесь со своими друзьями и младшим братом на все три летних месяца. И ушла бы эта история в небытие, если бы не упомянул Репин об этом в книге своих воспоминаний. Именно эту книгу в 1970 году прочитала наша местная учительница. Вот так сложилось. В книге она увидела название села, фамилии людей, которые живут рядом, и со своими учениками нашла эту избу. Находку быстро оценил Самарский художественный музей. Он выкупил избу, отреставрировал ее, и в 1990 году в Ширяево появился музей Репина. Вскоре к нему присоединился дом по соседству. В нем родился поэт, друг Есенина, баюн «Жигулей» и «Волги» Александр Абрамов-Ширяевец. В 2011 году в комплекс вошла еще одна усадьба. Там разместился музей купеческого быта. И теперь в Ширяево есть собственный музейный комплекс, куда даже в будни туристы идут один за другим. Но надо отдать должное, сотрудники музея все для этого делают. Поскольку мы находимся в необыкновенном месте, и в наше село ездят дети, студенты, художники. Мы Самарский художественный музей, то сам Бог велел нам тоже устроить какое-то мероприятие. И вот раньше, сейчас немножко оно прервалось, но будет возобновлено, мы очень сильно рассчитываем, у нас проходил Барбизон. В Ширяево съезжалась творческая молодежь, художники, студенты художественных училищ. Целую неделю они жили в палатках на берегу Волги, проводили пленеры, рисовали, общались. А потом, собственно, проводился сам праздник Барбизон. Все выставляли работы, которые написали в течение вот этого времени. Можно было самим, любому человеку подойти, взять лист бумаги, там, не знаю, карандаш, краски, фломастеры. Дети особенно любят этим заниматься. И глядя на всю вот эту вот красоту, на эти картины, тоже что-то такое свое написать и даже устроить маленькую выставку. Славная традиция Барбизона прервалась из-за пандемии. Но сотрудники музея уже в ближайшее время планируют ее возродить. Впрочем, это не единственная творческая история Ширяевского музейного комплекса. Здесь регулярно проходят пленеры, мастер-классы художников, творческие праздники. Это настоящий креативный квартал, который изменил всю жизнь села и вписал его название не только на туристическую карту по Волжье, но и в историю изобразительного искусства России. Село Ширяево находится на территории Жигулевского заповедника и национального парка «Самарская лука». В удивительно красивом и живописном месте. Окружающие его горы кажутся сильными и минолитными стражами. И даже в голову не придет, что многие из них, словно червивые яблоки, изъедены своими червоточинами – штольнями. В начале XIX века Ширяево находилось в собственности графа Волконского. Тот для своих крепостных главной повинностью сделал добычу горных пород. Постепенно добыча росла. И через сто лет о ширяевских известняках знали даже в Европе. Сегодня о тех временах напоминают только оставшиеся от выработок галереи – одна из главных достопримечательностей Самарской луки. На самом деле мы одни из последних, кому удалось погулять под длинным коридором этих штолен. Уже в ближайшие дни их закроют из соображения безопасности. Останется лишь небольшой пятачок, как обзорная площадка, чтобы посмотреть на длинные темные таинственные коридоры. Основная порода Жигулевских гор – известняк – очень непрочная и со временем быстро разрушается. На сводах штолен сплошь и рядом трещины. Сколько еще простоят эти залы высотой в 5 метров – неизвестно. Но туристам лучше не рисковать. Да и заблудиться здесь не мудрено. Километры коридоров никак не освещаются. Уже в 100 метрах от входа накрывает тьма. А еще здесь очень холодно. Температура воздуха в штольнях постоянная и не меняется круглый год – 7 градусов по Цельсию. Зимой здесь можно греться, а вот по летним меркам здесь более чем свежо. Естественно, здесь у нас обитают летучие мыши. И вообще особенность Жигулевского заповедника в том, что здесь в системе штольн обитает самая большая зимовка летучих мышей в Российской Федерации. То есть здесь более 30 тысяч особей проводят зиму ежегодно. Как мы это узнаем, у нас есть специалист хироптеролог, который занимается подсчетом летучих мышей. Теперь вход штольни будет открыт только для сотрудников заповедника в научно-исследовательских целях. Не расстраивайтесь, если вы надеялись сами поизучать здесь летучих мышей. Найти их в темных галереях для новичка все равно нереально. За этим лучше отправиться на Бахилову поляну. Там есть центр сохранения и кольцевания летучих мышей. Здесь у нас представлены, во-первых, самые модели летучих мышей, на которых, например, можно нацеплять колечки. Потому что летучих мышей, как и птиц, тоже кольцуют, только делается это не на лапку, делается это на крылышко. И тут у нас представлены колечки, как они выглядят. Их можно снять и надеть на крылышко. То есть это практика, в том числе и для детей, и для взрослых. Конечно, живых мышек вам тут не покажут. Не любят те человеческую компанию. Зато здесь можно много узнать об этих млекопитающих. Например, что в Жигулевском заповеднике их 15 видов, больше, чем где-либо. И что часть из них – перелетные, а часть – оседлые, прям как птицы. И прямо как у птиц для них делают подобие скворечников – дублянки и щелянки. В них летучие мыши отдыхают светлое время суток. И еще в жигулевских штольнях они только зимуют, а лето предпочитают проводить на открытом воздухе. В основном они любят селиться в черном тополе. Тут как раз представлена имитация черного тополя. Они любят селиться под слоем коры. И тут тоже их можно рассмотреть, можно пощупать. Также представлены, как они зимуют, в каких кучках они зимуют, как они вместе сосуществуют. На территории России центр изучения летучих мышей в Жигулевском заповеднике – единственный. И так много интересного об этих загадочных и малоизвестных зверушках вы больше нигде не узнаете. Да и в целом в Жигулевских горах можно обогатиться знаниями в самых разных научных областях. А еще здесь можно от души погулять на свежем воздухе. Налюбоваться исключительной красоты видами, вкусно поесть и интересно провести время. И все это за один день. Конечно, мы успели увидеть не все местные достопримечательности, но, как обычно, нас это только радует. Значит, будет повод вернуться сюда опять. А пока наши путешествия одного дня подходят к концу. И это был удивительный день, полный ярких впечатлений и положительных эмоций. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!